Всем привет! Сегодня мы попробуем помонтировать проект Final Cut Pro X или Final Cut Pro X. Сегодня у нас на повестке дня монтаж промо-ролика для деревообрабатывающего производства. Я уже подготовил тут трек, вы его можете наблюдать вот здесь. Я уже попробовал подкрасить некоторые кадрики, вы можете посмотреть до и после. Но сейчас мы, конечно, начнем все с нуля. Мы сейчас выделим, скопируем трек, перейдем на новую вкладку. И первое, что нужно сделать, когда вы начинаете новый проект, это выбрать его разрешение. Я это делаю во вкладке, которую вы можете видеть здесь, это Generators. Мы выбираем здесь Custom, закидываем на Timeline и нам дается выбор, в каком формате мы хотим это делать. Мой заказчик хочет видео в 4К качестве и снимал я в 25 кадров в секунду. Поэтому я выставляю эти значения и сюда уже прицепляю музыкальный трек. Далее с помощью Command Plus я увеличиваю Timeline и хочу подрезать так, чтобы музыкальная композиция начиналась вот отсюда. И оставим буквально какую-то небольшую дольку, чтобы у нас видео появлялось не сразу, а был небольшой промежуточек сначала, чтобы ничего важного клиент не упустил. Итак, чем мы сегодня работаем? Мы работаем с материалом, снятым на Sony i7s второй версии. Снимался этот материал в 100 кадров в секунду Full HD и также в 4К в 25 кадров в секунду. Материал сделан в Picture Profile 8, синий 4. Обычно я выставляю баланс белого вручную, но, собственно, здесь он тоже так выставлен. Наша задача сегодня сделать где-то трехминутный ролик. Сейчас посмотрим, сколько у нас идет трек. Трек у нас идет почти даже 4 минуты. Посмотрим, может быть, он будет чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. И затем мы уже сделаем из того, что мы сегодня оформим, небольшой ролик, где-то секунд 40 для Инстаграм. Итак, с чего мы начинаем Workflow. Если ваш компьютер не очень производителен, то я предлагаю вам перевести файлы в прокси. Как это сделать? Выделяем все файлы при помощи Command-A, правой клавишей кликаем и нажимаем Transcode Media. Он нам предлагает здесь Create Optimized Media или Create Proxy. Я уже создал прокси, поэтому сейчас у меня вот эта часть неактивна. Что такое прокси-мидия? Это создание файлов меньшего разрешения. Например, прокси из 4К это Full HD. Прокси из Full HD это, по-моему, то ли просто HD, то ли SD. То есть Standard Definition. Как переключиться между прокси-режимом и не прокси? Вот здесь в верхнем правом углу у вас есть клавиша View. И здесь вы можете переключаться между Original Media или Optimized Media и Proxy. Давайте перейдем в прокси. Что нам это даст? Это нам даст лучшую производительность и более спокойный workflow. То есть мы сможем уже спокойнее врезать кадры и не ждать, когда у нас пройдет более тяжелый рендер. Прошу прощения. Как только мы закончим проект, мы обратно нажмем сюда, в пайлик у нас отрендерится и мы уже его выведем. Итак, далее. С чего же мы начнем? Дело в том, что я снимал производство практически по порядку. И первое, с чем мне пришлось столкнуться, это вот этот вот станок, на котором производится резко. Как я отбираю кадры? Для начала я предлагаю нажать вам вот в этом окне Command Plus несколько раз, чтобы вы увидели вот такую вот длину клипов. Здесь у меня одна минута стоит, чтобы я вот здесь мог их пролистывать и выбирать нужные мне кадры. Вот я сейчас вижу, что пока здесь какой-то идет процесс не совсем мне понятный, не совсем интересный. Там какие-то люди на фоне ходят. Поэтому мы пока этот процесс не показываем. Вот, например, можно попробовать отсюда. Как только я выбрал этот кадр, я нажимаю клавишу I, и это помогает мне откинуть все, что было до этого момента. И дальше я уже смотрю, ну, дальше я обычно делаю на таймлайне все свои подрезки, поэтому я нажимаю клавишу I, и это мне дает возможность закинуть сразу на таймлайн файлик. Далее, чтобы убрать звук, я настроил клавишу F5. Настройки делаются у вас в Custom Buttons, если я не ошибаюсь, это в одном из меню File или Final Cut Pro. Либо можно просто утянуть вниз. И здесь уже продолжаем отсмотр. Давайте попробуем посмотреть, что у нас здесь есть. Вот, приятный довольно кадр, как производится резьба. И вот мне он понравился до момента, где я пошел назад. Подрежем. Отсматриваем дальше. Тут я вижу свою тень, поэтому этот момент я брать не буду. Произвожу я отрезание клипов клавишами B и A, то есть клавиша B это Blade, это бритвочка, которую мы отрезаем. Клавиша A это возвращение к курсору. Я думаю, что вы на экране видите, какие клавиши я нажимаю. Вот хороший полукруговой проход. Я думаю, что его тоже можно оставить. Сейчас мы просто набираем неплохие кадры. То есть мы смотрим, что здесь происходит. Так просто проводим по таймлайну. Смотрим и ищем интересные кадры. Вот, довольно интересный кадр, да, проводочка. Пока мы к музыке вообще никакого отношения не имеем, поэтому мы в принципе можем ее выключить клавишей B. Клавишей B она выключает клип. И если вы с таким выключенным клипом после нажатия B выведите ролик, то вот того пуска, который был выключен клавишей B, его не будет в итоговом ролике. Поэтому если выключаете, потом не забудьте включить, если вам нужен этот кадр. Далее. Смотрим, что у нас здесь еще есть. Есть у нас вот такая проходка. Снимал я эти проходки на стабилизатор KMTV Single. Объективчик у меня был 10-18, круп объектив, но он хорошо себя показывает на Sony. Вот здесь видите, тоже моя тень попала, плюс ролик шаттер у нас здесь довольно заметный, поэтому если начинать, то примерно вот отсюда. Предыдущую часть мы удаляем. Ну тут совсем маленький кусочек мне нравится. Вот до начала поворота камеры, наверное, вот отсюда. Так, дальше проходим. Что у нас тут еще есть? Есть вот такой план, но что-то мне не очень нравится. Ага, вот, по-моему, у нас интересный. Давайте посмотрим движение. Вот как-то. Не то. Да, сегодня у меня в квартире этажом выше, по-моему, идет ремонт. Поэтому, если вы слышите звуки дрели, не пугайтесь, это не у меня в комнате. Это наверху. Так, у нас есть еще вот такой вот интересный план, где я следую за этой вот штуковиной. Сейчас посмотрим, может быть, у нас есть еще... Ага, вот. Сейчас я дождусь, пока моя тень идет. Сложный момент, конечно, не попадать тенью своей же в кадр, потому что ты не понимаешь, где свет, потому что их очень много, источников. Тем более, вы можете видеть, что один источник холодный у нас, другой теплый. Баланс био приходилось оставлять вручную, со сдвигом, чтобы сбалансировать это все. Итак, есть у нас вот такой вот кадрик. Я думаю, что он будет смотреться интересно, если мы еще добавим сюда стабилизацию. Стабилизация находится вот в этом разделе. Можно попробовать. Сейчас быстренько пройдет рендер. Рендер у нас находится вот в этой части. У меня настроен он так, что он начинается через 0,3 секунды, если я ничего не делаю мышкой. То есть он идет автоматически. Сейчас посмотрим, что он нам предложит самостоятельно. Вот наши значения. Но обычно эти значения являются слишком большими, и возникает эффект желе. Я обычно ставлю где-то вот в районе 0,50 с копеечкой. Сейчас дадим отрендериться и посмотрим, насколько у нас стабилизировался кадр. Я предпочитаю делать стабилизацию сразу, чтобы потом, когда я отсматриваю материал, я уже знал точно, смогу ли я использовать этот материал, или стабилизатор даст эффект желея, и кадр уже не будет пригодным. Ну, практически, да. Пока оставим это так. Я обычно помечаю моменты, над которыми я сомневаюсь, вот такими маркерами клавиши M, которые говорят о том, что это Marker. И мы идем дальше. Смотрим материал. Вот я иду за этой штукенцией. Так, вот у нас есть еще похожий кадр, но тот был явно лучше. Так, что у нас здесь есть еще? Кадры со стабилизатора, кстати, снимаются в основном одним куском. Сразу много, чтобы по нескольку раз не нажимать... Нет. Не нажимать клавишу записи, уже потом проще в монтаже их подрезать. Из этого кадра мне больше ничего не нравится. Итак, давайте пойдем дальше. У нас есть еще вот такой кадрик приборной панели F5, чтобы выключить звук. Здесь я пробовал, ну вот если пять же тень от объектива, вижу сбоку. Тут уже получше. Давайте посмотрим. Сейчас не пойму, какая-то тень мне неприятная. Не нравится мне. Может быть мы вообще этот кадр не будем вставлять. Это пробные такие тестовые варианты. Ну давайте вот так ходим. Ради наполняемости попробуем еще его быстренько стабилизировать. У меня два варианта рабочего процесса. Первый вариант, когда я делаю только нарезку и стабилизацию сразу. Второй вариант, когда я сразу стараюсь и покрасить. Если красить сразу, то вы себе, скажем так, облегчаете потом морально работу, что вам не придется второй раз идти по всему таймлайну и красить. А второй момент, это, конечно, замедляет работу процессора и требует очень мощной машины. Поэтому чаще всего я крашу все-таки после. Вот вы сейчас видите эффект желе, когда мы отстабилизировали. Поэтому мы сделаем эффект стабилизации совсем небольшим. Пускай так будет, я не уверен, что вообще этот кадр пойдет. Это уже покрасочный цех, мы этот кадр разберем потом. Кстати говоря, если мы посмотрим на веформы, это Command 7, мы сможем увидеть, что я чуть-чуть пересветил кадр. Вот в этой области мы видим, что светлые участки заходят за линию 100 I.O.E. Это значит, что нам придется потом кадры затенять. Вообще вы видите, что очень много в светлых участках находится и очень мало в темных участках. Поэтому на цветокоре будем смещать это все вниз, чтобы кадр выглядел более контрастным, более приятным. Ладно. Так, ага, вот у нас... Давайте выключим веформ. Сейчас у нас есть кадрики с рук мною сняты. Это снималось F5 на LOXIO 35 мм F2. Вот Сейсовский объективчик. Вот я хотел запечатлеть именно вот этот вот проезд. Ну да, довольно интересно. Благодаря матричному стабилизатору внутри H7S2 мы получаем возможность с рук делать вот подобные штуки. Тут, конечно, у нас немножко роллинг шаттер еще залез. Допустим, вот до этого момента мы сделаем. Так, далее... Ну-ка, если мы продолжим, интересно что-то будет. В принципе, весь кадрик интересный. Если что, мы потом подрежем его. Так, далее идем. Здесь я перехожу. Я обычно предпочитаю не выключать запись. Потом, если что, на монтаже подрезать. Тут я совсем понял вообще, что я снял. Так, а здесь уже пошли руки. Давайте попробуем подрезать здесь. Ну, хорошо. Оставим этот кадрик. Таким образом мы делаем довольно такую общую нарезку, где у нас есть кадры, над которыми мы сомневаемся, думаем. Потом уже будем собирать из этого что-то интересное. Далее. Кадры вот с таким значком означают, что они сняты в 100 кадров в секунду. 100-120. Но так как я снимал в PAL, это 100 кадров в секунду. Итак, мы с вами сейчас его закидываем на таймлайн при помощи клавиши E. И в английской F5 убираем звук. Так, смотрим, что у нас здесь происходит. И что бы мы могли из этого взять к тебе в слово-моу. Если честно, мне... Не сказать бы, что... Ну, вот, наверное, как он берет, можно попробовать. Да, вот отсюда. И до момента, когда он складывает. Теперь, смотрите, мы нажимаем клавишу Command-R. Это дает нам возможность растягивать или убыстрять клик. 100 кадров в секунду, замедление в 4 раза, это до 25%. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если честно, я пока сам не сильно пойму, попал ли я в фокус. Немножко мыльноватая, мне кажется, картинка. Давайте пока отметим это все маркерами, чтобы поставить под вопросом. Следующий клип. Здесь уже у нас рука крупным планом. А еще моя голова в кадре. Так, смотрим. Вообще непонятное что-то. Так, а если мы вот тут? Интересно, допустим. А, и еще один. Ну вот у нас два похожих кадра на выбор. Давай. Так, зомочку отрежем. Далее. Крупно снят диск пилы. Да, он у меня сначала не работал, потом его включили. И давайте попробуем это все замедлить. Чтобы ускорить этот процесс, я выделю Ctrl-C. Не Ctrl, Command-C. Вот этот клип уже замедленный. И дальше Option-Command-V. Чтобы вставить все эффекты. Это вставляет именно все эффекты. Ну, может быть и не нужно это в сломо делать, но это я решу потом уже. Далее. Что у нас есть еще? У нас есть кадрики с пилой. Ага. Интересно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Приятно. Приятно. Среди мне неплохо выглядит. Далее. Смотрим еще. Другие варианты. Ну, здесь вот прикольно. Очень стружка летит. Давайте посмотрим, как со стружкой будет это выглядеть. Тоже интересно. Потом выберем какой-нибудь из этих. Так. Далее смотрим. Очень похоже. Тут я в фокус явно не попал. Тоже похоже на первый. Выберем. А не из трех какой-нибудь. Так. Смотрим далее. Что у нас здесь? Здесь у нас... Ага. Понятно. Это лучше делать на таймлайне. Так. Здесь... Распил. Снято, кстати говоря, на 135 миллиметров. Тоже в слоумо. Думаю, что вот отсюда можно попробовать. Да, неплохой кадр. Есть немножко шумов. Потом пройдемся шумодалом. Не страшно. Здесь... Здесь очень сложно попасть. Губина резкости вообще малюсенькая. Тут несколько сантиметров. Ну, вот, конечно, я не попал. Так. Смотрим еще. Ну, и здесь я тоже не попал. Ничего страшного. Поэтому я и делал несколько дублей, чтобы один из них всегда оставался хороший. Смотрим далее. Здесь у нас руки. Ну, вот мы видим, здесь ноготь как-то неэстетично выглядит. Поэтому, наверное, мы этот кадрик не будем брать совсем. Промазал, нажал на капсулок. Так. И еще у нас есть кадры, где уже складывают доски. Давайте вот отсюда попробуем. Пускай будет так. Тоже сомнительный кадр, но посмотрим, подумаем. Так. Панель управления. Вот у нас есть еще кадры с панелью управления. Давайте начнем вот отсюда. Промазал. На фоне кто-то ходит, по-моему. Поэтому какие-то тени странные. И совсем непонятные. Так. А здесь у нас... Какой-то такой. Просто кадр. Далее смотрим пила. Пила выглядит солидно. Вообще, люблю крупные планы. Обычно у меня, если я делаю несколько повторов одного и того же движения, последний выглядит лучше всех. Поэтому я могу сразу идти в конец, смотреть, если он получился, то брать его. Ага, вот тут еще тень такая интересная у вас. А почему нет? Почему нет? Идем далее. Какой-то прыбок. Так, это у нас, по-моему, давление измеряющий. Да. Я уже снимал с рук, поэтому есть легкая треска. Ну, допустим, вот из расфокуса в фокус мы входим. Капец, конечно, тут с рук трески очень много. Попробуем сейчас отставить. Посмотрим, вообще получится ли у нас процесс. Но вы сейчас можете видеть, что рендер идет не только на фрагмент, который я ставил, но и на все предыдущие фрагменты. Можно сделать так, чтобы рендер вообще не шел до того момента, как вы сами не нажмете на эту клавишу. Можно сделать, чтобы он шел вот так, как у меня. Так, давайте смотреть. Ну, конечно, тут уже ле. Попробуем. Понятно. Этот кадрик нам не подойдет. Чем я думал, когда я снимал, я сам не знаю. Так, еще у нас есть вот такой вот интересный кадр, где не лозит вот эта нижняя часть своеобразная. Тоже снимал, кстати говоря, с рук. Давайте вот, наверное, вот. Вот этот моментик мы возьмем. Да, тряска тут тоже, безусловно, присутствует, но я думаю, что стабс вот с этой тряской вполне справится. По-другому было неудобно с монопода с такой низкой точки не снять. Просто на пол, если поставить, то тоже будет от пола неровностей тряска. Поэтому пришлось снимать с рук. Уже это на 35-ку снято. Ну, сейчас будем думать. Не, это заведомо уже будет не тот результат, который я хочу увидеть. Сейчас посмотрим. Ну, почти. Может быть, тогда не весь кадр возьмем, или еще над ним пошиманим, чтобы было потом видно, что мы сделали. Так, еще у нас есть дисковые пивоиды в кадре. Вот, кстати говоря, неплохо выглядит. Так, у нас в буфере обмена, напомним, сломого. Вот, наверное, самый интересный момент, когда она начинает стыматься. И летит пыль. Плюс еще у нас есть легкое подармирование вправо. Выглядит неплохо. Пока отрежем здесь. Тут уже какая-то гичь. Уберем. Так. Следующие кадрики. Так, ну, давайте попробуем вот с этого места. Фокус непонятно пока где. Не знаю, сомнительный, если честно, кадр. Ну, допустим, пока оставим. Но, опять же, потом будем смотреть, выбирать. Так, еще есть у нас. Давайте посмотрим. Тоже что-то непонятное. Вот есть прикольный кадр с переключателем. Довольно интересный. Контенсуда мы его начнем. Оп. Так, что у нас тут дальше? Ну, вот, интересный кадр будет. Я прям чувствую. Да, вот этот смотрится прям круто. Вот этот смотрится отлично. Я думаю, что его даже можно сразу покрасить и посмотреть, как это будет выглядеть в финальной версии. Я уже довольно долго с вами отбираю кадры. И хочу сейчас показать еще, как можно покрасить, например, вот этот вариант видео. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на Letterboxd. Я буду делать это видео под Letterboxd или кто-то называется отношение сторон 2.35 к 1. Итак, двойной клик на эффекте. Он у нас появляется на выделенном ролике. 2.35 к 1 мы делаем. И вот здесь вот с помощью ползунка Offset мы можем настроить уже непосредственно высоту. Я бы хотел сделать ее немножко по-другому. Я бы хотел сделать вот здесь. Это значок Keyframe. То есть это изменение положения ползунка во времени. И когда мы уходим вот в эту часть кадра, я хочу поднять, чтобы обе головы были уже у нас в кадре. Вот так. И рука тоже не упадала. Как это будет выглядеть? Примерно вот так. То есть, видите, ползунок справа наверху ползет тихонечко влево. И кадр поднимается. Ощущение, что мы сделали не только, как у нас говорят американские коллеги, Rack Focus. То есть мы не только работали фокусом, но еще и поднимали камеру вверх. Сдаем дополнительное ощущение движения. Далее. Надо выровнять по балансу белого. Нажимаем Command 7. Это у нас веформы. И Command 6. Это уже непосредственно инструменты цветокоррекции. И здесь я бы хотел перейти в RGB Parade. И по нему мы уже сможем с вами определить, где у нас белый и какой он на самом деле. Я сейчас вижу, что вот эта часть, скорее всего, белая на самом деле. Где она у нас на веформе? Вот она. То есть это самая правая часть кадра. И мы можем понять, что это именно эта часть, потому что она довольно высоко находится относительно всего. Если мы посмотрим вот на эту часть, то, скорее всего, это вот эта стена. Да не, скорее всего, это точно вот эта стена. Итак, мы видим, что сейчас в кадре преобладают красный и зеленый. Не хватает синего. Мы видим, что они неравны. Поэтому мы берем значок Highlights. Это за светлые участки отвечающая часть. И немножко добавляем в Highlights синего. И смотрим на Parade, чтобы он выровнялся. Вот сейчас он выровнялся. Но мы видим с вами, что стена за ребятами вот здесь слева стала, пожалуй, слишком синей. И, может быть, мне только так кажется. Но в целом, давайте посмотрим до и после. Да, вот видите, здесь желтая картинка. Здесь уже более нейтральная картинка. Что мы еще с вами можем посмотреть? Мы можем перейти в Luma. Это все, что касается света. И мы видим, что здесь, в принципе, картинка довольно сбалансированная. Нет пересветов. Все детали сохранены. Тени не провалены. Все здорово. Итак, что мы будем делать далее? Здесь два варианта. Первый вариант. Этот работает только с инструментами цветокоррекции. Например, можно просто тупо бабахнуть наверх. Saturation, да, и не имея никакого лука, а просто увеличив насыщенность и немножко подкрутив яркость, мы получим вот какую-то такую картинку. Но мне кажется, она не очень интересная. И мы попробуем по-другому. Давайте вот в этих частях Saturation даже уберем. Попробуем немножко по-другому. Итак, что мы сделаем? Мы попробуем выбрать лут. Двойной клик. Выходим сюда. И здесь мы выбираем 3D-луты. Я скачал довольно много 3D-лутов. Это такие исходные таблицы цветовых значений, которые придают вашей картинке определенный вид или лук. Я скачал один из любимых моих паков. Это стилизация под различные фильмы. Например, вот сейчас вы видите стилизацию под фильмы 300 спартанцев. Но это, конечно, жестковато и мне этот цвет не нравится. Поэтому мы будем пробовать другие варианты. Да, их тут довольно много. Поэтому нужно с ними будет поиграться. Вот, например, из фильма «Ходячие мертвецы». Давайте попробуем его. Вот цвет уже стал поинтереснее. И вот здесь ползунком Mix мы можем с вами уже поиграться с насыщенностью вообще этого всего. Ну, например, вот так. Вот, смотрите. До и после лута. По-моему, стало интереснее. Но я бы еще добавил немножко синего в тени, чтобы такой легкий тилоренш эффект создать. Поэтому мы переходим в раздел «Color» и в «Тенях» попробуем немножко добавить синего. Нет, не сайты. Глубокий с синего. Нет, еще нет. Давайте парочку процентов сделаем. Далее, чем мы еще можем шлифануть, так сказать. Я предлагаю использовать инструмент Color Finale. Это очень интересное, полезное такое мини-приложение, плагин для Final Cut Pro. И здесь мы можем такую мини-давинчи себе создать. Вот сюда я пока отодвину. Здесь у нас есть цветовые круги, кривые, луты и векторы. Вот сейчас мы поработаем с векторами. Векторы – замечательная штука. Если вы работали когда-либо в вайтруме, то можете понять, что там есть очень похожие ползунки. У нас есть три основных цвета. Это красный, зеленый, синий. И три дополнительных цвета. Это cyan, magenta и желтый. Или, как мы его можем назвать, бирюзовый, ближе к фиолетовому и желтый. К коже относятся в основном красный и желтый. Поэтому мы пока выбрали с вами красный. И начинаем ползунок Hue двигать и смотреть, как это влияет. Посмотрите, насколько изменился цвет кожи. Нам, конечно, такой цвет не нужен. Мы хотим более натуральный. Поэтому мы попробуем сдвинуть немножко в другую сторону. Так у нас будет более красная кожа, так более желтая. Давайте пока оставим ее вот, наверное, ближе к такому значению. Немножко насыщенности добавим, чтобы она выглядела более естественной. Прошу прощения. Вот так вот еще и чихаю. Значит, правду говорю. Далее. Значение luminosity можно его посчитать, как будто мы добавляем некий загар. Кожа. Но, смотрите, нужно здесь быть очень осторожным, потому что мы начинаем, если пережарим кожу... Где у нас дядя? Вот смотрите, какие артефакты начали вылезать, да? Нам такого не нужно, поэтому мы будем очень аккуратно добавлять это значение. Мы чуть-чуть затемним кожу. Чуть-чуть. Чтобы она выглядела более естественно. И теперь в желтом ползунке тоже чуть-чуть затемняем. Смотрите на стену сзади. Мы можем полностью изменить практически цвет стены. Ну, конечно, это все баловство. Мы просто добавим ей чуть-чуть оттенок другой. Например, вот такой более горчичный. Хорошо. Я думаю, что, в принципе, кадрик уже смотрится неплохо. Давайте посмотрим до и после эффектов. Итак, это без эффектов. Это с эффектами. Ну, давайте без лотербокса еще посмотрим. Так, и теперь посмотрим его движение. Цвет кожи, я считаю, нормальный. Ну, может быть, чуть-чуть красноватый. Плюсом еще я вижу... Ну, сейчас, конечно, мы работаем в проксе, поэтому кадрики выглядят не так детализированы, да. Это стоит не забывать. Еще, чтобы я добавил сюда немножко. Я бы добавил сюда чуть-чуть шарпен. Да, то есть это резкость. Обычно я оставляю это значение на 2.5, больше не стоит. И также мы можем с вами провести динозером пройтись. Это у нас плагин называется ResReduction. Ну, вообще, я сам по себе плагин называется NeedVideo. Если мы его закидываем, то я обычно стараюсь его располагать в верхней части над всеми эффектами, чтобы не было споров эффектов. Когда мы открываем данный плагин... Ага, не тот открыл. Секундочку, у меня их просто два, поэтому нам надо вот этот открыть. Да-да, они хакнуты, скачаны нелегально. О, ужас. Итак, здесь мы добавляем адаптивную фильтрацию, то есть компьютер будет сам решать, в каком участке кадра, какую фильтрацию применить. Далее, вот в этом значении я обычно ставлю в районе 28, потому что так не возникает никаких побочных артефактов. Мы уже просто проверены временем. Радиус оставляем единичку и открываем Select to Open. В этом окне мы выделяем практически любой кусочек кадра, нам здесь это не так важно, и делаем автопрофайл. Как только мы сделали автопрофайл, у нас открывается возможность сделать noise filter setting самостоятельно. И в этом разделе я всегда оставляю luminance в 5%, chrominance в 100% и sharpening в районе 110%. Что это нам даст? Если мы сделаем слишком большой luminance, то вот посмотрите на лицо этого дядьки. У нас получается картинка слишком замыленная. Вы это можете здесь наблюдать. Практически незаметно вот это мыло, так называемое, от шума до в районе 5%. И в принципе 5% довольно неплохо убирают шум. Chrominance же, оно практически не влияет на мыльность картинки, она убирает, вот этот ползунок убирает больше именно цветные шумы. Поэтому здесь все хорошо, оставляем на сотке. И sharpening оставляем в районе 110, то есть еще чуть-чуть добавляем sharp. А если перешарпить, то картинка будет смотреться неестественной, такой вот цифровой слишком, нам хватит 110%. Нажимаем apply. И здесь уже идет сейчас процесс рендера. Рендер с шумодавом происходит довольно медленно. Сейчас мы с вами работаем в прокси, поэтому он идет чуть быстрее. Если вы собираетесь рендерить файлик 4К в полном разрешении, не в прокси и с шумодавом и кучей эффектов, то будьте морально готовы к тому, что ваша машина начнет конкретно нагреваться, уставать, пыхтеть, и этот процесс займет довольно долгое время. Вот у нас получился такой кадрик. Потом, когда мы вернемся из прокси уже в нормальный вид, мы получим более приемлемую, более интересную, более вкусную картинку, более детализированную, конечно. Вот сейчас это был такой тестовый покрас. Мы будем уже с вами потом просто дальше нарезать кадрики. И уже потом все будем так же красить, шлифовать, пробовать варианты, смотреть, чтобы они все стыковались, само собой, по цвету, по цвету. Но в целом я пока доволен. Да, может быть, потом подкручу немножко кожу, уберу немножко красного, но это уже такое финальное шлифование, я бы сказал. Не знаю, слышно ли вам, но мой iMac начал уже так конкретно греться и включил вентиляторы почти по полной. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Вот у нас уже следующий аппарат, агрегат, не знаю, как его называть, это пресс. Сейчас здесь он будет различным образом закрываться. Вот вновь я залез в тенью, сложно очень этот момент следить. То есть мы будем здесь уже отбирать кадрики от пресса различные. У меня здесь есть несколько вариаций таких. Есть просто проходки по всему заводику, фабрике. Есть покрасочный цех, который мне, кстати говоря, очень нравится. Здесь есть реально очень вкусные кадры. Вот, например, взять хотя бы вот этот. Не могу его вам сейчас не показать, мне он очень нравится. Давайте мы попробуем скопировать эффекты с вот этого клипа и сделать следующим образом. F5, чтобы убрать звук, и сделаем Shift, Command, V. И это нам даст возможность вставить только некоторые эффекты в выбранное видео. Денойзером мы пока не будем проходиться. Чтобы не тратить время, Letterboxd мы оставим. Цветокоррекцию пока не трогаем. Мы только добавим LUT. И я думаю, на этом достаточно. Обращаю ваше внимание, что если мы скопировали Letterboxd, то и Keyframe мы тоже скопируем. Поэтому его нужно обнулить. И уже выбрать нужное нам положение. Так, а еще мы забыли с вами вставить Vitamin. Вот, теперь у нас есть замедленное действие это все. Потом, конечно, нам надо будет пройтись шумодалом, потому что я вижу этот шум. Но вы посмотрите на это. Это очень сочный кадрик. Реально очень сочный. Мне очень нравится. Давайте вот здесь вот немножко подрежем и оставим вот так. Вы посмотрите. По-моему, смотрится шикарно. Просто круто. Надо еще, конечно, посмотреть. Вот видите, картинка здесь у нас очень темная. Мы здесь это можем видеть. Поэтому немножечко мы поднимем. Чуть-чуть буквально. Будьте аккуратны, потому что чем сильнее тянете картинку, тем больше вероятность того, что вылезут дополнительные шумы. Мы этого не хотим, поэтому аккуратнее. И давайте посмотрим, что у нас дает лут. Видим, что так картинка не покрашена. Так она приобретает очень крутой такой, брутальный, я бы сказал, слегка синеватый оттенок. Действительно смотрится здорово. И вообще у меня есть прекрасные кадрики. Вот здесь. Например, мы их видим. Крупно снятые покрасочные краскопульты, наверное, их правильно называть. Скопируем эффекты с этого клипа и вставим их сюда. Смотрите, как круто выглядит. И еще вот эти провода, по которым идет, по-моему, сжатый воздух все-таки через них идет. Может быть, конечно, и сама краска, я не уверен. Дают очень интересный такой эффект. Здорово выглядит. Мне нравится. Конечно, мы не весь этот кадр будем вставлять, мы будем это все подрезать, но вообще выглядит интересно. Мне нравится. Само собой, потом проходим все шумодавом, чтобы подчистить это все, потому что будет это все демонстрироваться на больших экранах. И наша задача сделать это максимально смотрибельно, максимально вылизанно, вычищено, чтобы картинка была очень приятной. Также еще есть кадрики с GoPro. Мне должен владелец фабрики, обладатель GoPro. И мы прикрепляли ее к пилам непосредственно внутри некоторых аппаратов. Ну, например, внутри... Нет, не этого аппарата. Вот внутри вот этого. Вот в этом боксе находится внутри пила. Вот кусочек ее торчит. И мы в буквальном смысле приклеивали на двусторонний крепкий скотч вот сюда GoPro. И мы снимали крупно, как отрезается кусок древесины, можно сказать, шпона. Очень крутые должны быть кадры. Вот жду сейчас от клиента эти кадрики. В целом, вот так выглядит workflow. Далее я собираю... То есть вы сейчас видите, я насобирал определенное количество кадров. Как только я отсмотрю все свои кадрики, у меня будет, ну, примерно около 8 минут, я думаю, примерно, исходников. Потом из этих исходников я уже выбираю то, что я вставляю в финальный вариант. И начинаю монтаж под музыку. То есть если мы сейчас отключим видеоряд и послушаем музыку, я вам сейчас скажу, где бы я срезал кадры. Здесь мы просто слушаем различные музыкальные аккорды, эффекты, сильные доли. Ну, пошел кадрик первый. Например, второй в этом моменте. Смена. 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 И вы поняли, да? То есть примерно вот так, на вот эти вот хорошие сильные доли музыкальные, мы меняем кадры. Где-то перемежаем слоумо с обычными кадрами, где-то со стаба кадра, где-то крупняки. Тут уже что-то подинамичнее должно пойти, скажем так, поэпичнее. И так далее. То есть мы делаем такой вкусный микс из того, что нами было снято, смонтировано. Давайте пока остановимся на этом. И далее уже снова возвращаемся к процессу цветокоррекции. И уже финальная часть, когда мы закончили все эти манипуляции, у нас есть готовый ролик, который я обязательно домонтирую, ну, уже самостоятельно и покажу вам итоговый результат. Потому что сейчас будет происходить, собственно, одно и то же. Это выборка кадров, их расположение, монтаж, цветокорр, шумодавр, шарп и так далее. Я зайду сюда в режим View, перейду обратно на Optimized Video, дождусь, когда закончится рендер. И далее, нажав Command-E, я зайду в Settings, выберу Computer, H.264, 4K и нажму Next. Таким образом, получу готовый файлик в нормальном разрешении, с хорошими цветами и небешеным весом. В принципе, основы работы здесь уже есть. Конечно, есть еще много нюансов работы с ключами, работы со звуком, прочие маленькие нюансики, но в целом, я думаю, что этого для начала более чем достаточно. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь писать мне в личку, задавать их. Я всегда рад сотрудничеству. Если интересно посмотреть какой-то другой материал, например, Love Story, то я готов записать еще подобный подкаст и поделиться с вами своими секретами. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.